Анастасия Лапсуй Анастасия Лапсуй Обмен, о котором вы говорите, обмен творческий между Тюменью и Екатеринбургом, это реальная перспектива, более того, это реальность сегодняшнего дня, которая произрастет дальнейшие совместные успехи. Всего вам лучшего поздравляем с тем, что вы организовали. После всем участникам и зрителям удалось посмотреть последний в программе фильм, на этот раз недокументальный и игровой Анастасии Лапсуй «Пудина. Последняя в роду». О чем киноработа подробнее рассказал актер картины Григорий Анагурич. Этот фильм рассказывает о периоде жизни немцев в 50-е годы, когда советская власть, согласно своим решениям, своим задачам, решила обучить, поднять немцев на определенный уровень. И в конце концов сделать их людьми, гражданами нашей великой России, чтобы они были, поднять их на тот уровень, на который стояла Российская Федерация в те годы. Собственно, это был конфликт цивилизаций. Надежда Петровна манил. Я подумала, некое некрасивое имя. Ты теперь будешь Надя. Я тоже Надя. Я твоя учительница и зовут меня Надежда Петровна. Буду Надя. Учительница того, Надежда Петровна. Просмотр завершился, но обсуждения нет. В конце выступала женщина, это Вера Надя. Сейчас она работает педагогом в Панаевской школе-интернат. И вот Анастасию Тимофеевну заинтересовала ее судьба. А судьба была такова и решила ее, эту судьбу, изобразить вот в этом фильме, но придаст такой игровой этот самый вариант. Она, Надежда, осталась последней в своем роду, а дед у них был шаман. И по традиции она должна, он должен, шаман должен был передать этой Наде свой бубен. То есть со всеми своими знаниями, знаниями и со всей вот этой вот сопровождаемой атрибутикой все это. Но пришла новая власть и судьба Нади была изменена. Житель Гданской тундры ненец Степан Яндо отметил, что фильм говорит о конфликте цивилизации, который существует и до сих пор. Ну не хотят нас видеть большинство людей с цивилизованными людьми, личностями как такового. Тут ко мне подходят люди и спрашивают, самый глупый вопрос задают, вы настоящий? То есть это о чем говорит? То есть подойди я к любому человеку русскому с таким вопросом, да как минимум, наверное, по зубам получу, согласны? То есть тут как бы все зависит от отношения к этому материалу, отношения к нам, взаимоотношения между людьми. Когда все фильмы отсмотрены, наступает пора заканчивать работу фестиваля и награждать его участников. Награждается режиссер ГТРК «Регион Тюмень», режиссер фильма «Я вас любил» и многих других. Некоторые из них мы посмотрели в рамках фестиваля. Вера Федоровна! Креативный директор фестиваля Михаил Икапсон на вопрос о том, как прошел второй международный фестиваль документального кино «Кинза», отвечать не стал, назвав его провокационным. Он лишь отметил, что будет в году следующем, если фестиваль вновь состоится. Каким бы ни было мероприятием, мы постараемся сделать его настоящим событием, таким, что те, кто не пришел, пожалеют об этом. Те, кто не увидит, будут жалеть. Над дневником второго международного фестиваля документального кино «Кинза» работали Ирина Акопян, Евгений Белов и Зуфар Фазлулин.